Можно ли верить розовым квитанциям на оплату коммунальных услуг? Сегодня выяснилось, что их печатает организация, работающая незаконно. По крайней мере, на этом настаивает контрольно-счетная палата. Она проверила вычислительный центр и опубликовала итоги. В первую очередь аудиторы усомнились в законности начисления и взимании оплаты за капитальный ремонт. В жилищном кодексе конкретно поименовано, кто является получателем трест. Там никакого промежуточного звена не существует. В принципе, если мы хотим жить в правом государстве, мы, наверное, должны соблюдать те правила, которые определены законами Российской Федерации и субъекта Федерации. Поэтому мы как раз и настаиваем на том, что нужно привести все в порядок. Припомнили ВЦКП историю четырехлетней давности. Тогда аудиторы выяснили, что директор центра, а в то время эту должность занимал Александр Коновалов, выписывал себе завышенные премии. И, по словам аудиторов, оператор до сих пор не отреагировал на эти замечания. Сам центр ссылается на недочеты в работе предыдущего руководства. Это вопрос скорее репутационный к руководителям тогдашнего ВЦКП в прежние годы и жилищного комитета. Сейчас работают другие руководители. Заметьте, эти результаты, которые сейчас контрольно-счетная палата приводит, лишний раз подтверждают, что за деятельность нынешнего руководства как жилищного комитета, так и предприятия ничего подобного не выявлено. Известно, что с результатами проверки уже ознакомился Игорь Албин. Разбор полетов с участием ВЦКП, контрольно-счетной палаты Петербурга, а также вице-губернатора назначен на начало марта.